Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают лишь, что же вы едите, дорогие друзья. Ну вот, например, понятно, что мы едим фрукты, овощи, да? Так как мы вегетарианцы, а не сыроеды, мы едим вареную пищу в том числе. И вот, например, сейчас, прямо сейчас, прямо здесь я вам покажу котлеты. Ха-ха, вы удивитесь, но мы едим котлеты. Вот они, ребятки, смотрите, какие вкусные, хорошие котлетки. Вкусные, желтенькие котлетки. Это котлетки чечевичные. В них нет ни грамма мяса. Чечевица, чесночок, куркума, тыква, морковка. Вы спросите меня, что же такое чечевица? Ха-ха, ребята, чечевица это из ряда бобовых. Это очень вкусная, очень вкусная вещь. Это надо попробовать. Продается практически везде, но при ламках больших супермаркетов она есть. Вообще, бобовые занимают большую долю рациона в нашей жизни. Так же, как и овощи, и фрукты. Ребята, вот что еще мы едим. Траву. Мы едим траву. Это я не ем, я не козел. Мы едим шпинат, мы едим руколу и корни. А еще мы едим семена. Какие семена? Семена мы едим. Тыквы, подсолнечника. Ты очень много употребляешь черные вот мины. Я? Да, он просто не знает, ребята. Ребята, для меня откровение, инсайт. Я только что узнал, что я ем черный тмин. Но никогда не замечал. Смотрите, какая красивая, а? Ну, ребят, ну. Масло. Значит и вкусно. Масло, да? Какое твое любимое масло? Я люблю масло тыквы. Масло тыквы очень вкусное. Бьет рекорды. Масло подсолнечное, масло оливковое, масло льняное, масло рожкового дерева. Какое мы масло не употребляем? Какое мы масло? Мы не употребляем рафинированные масла. А еще, кстати, ребята, очень полезное масло кокосовое, на котором можно готовить, на котором можно и жарить, и добавлять его просто в выпечку, и просто так его употреблять даже. И это очень полезное масло. И знаете для чего? Для мозга. Если он, конечно, есть. Он есть у всех. Но это не точно. Вот, ребята, ну, вы понимаете, да, о чем? Главное, это позитивный настрой. Мясо, оно вообще, в принципе, человеку не надо. Мы гибридные существа. Мы можем кушать мясо и какое-то время с этим жить. Но организм наш, он... Будьте добры помедленнее. Я записываю. Получает много токсинов. Потому что, в принципе, если разобрать нас в сравнении с животными, у животных, у хищников, у них кишечник, пищеварительная система, короче человека в несколько раз. Если растянуть ее, да, к примеру. И желудочный сок у них в 5 или даже, по-моему, в 10 раз сильнее, чем желудочный сок человека. Соответственно, они приспособлены для переваривания, замечу, сырого мяса. Они не готовят мясо. Мясо содержит в себе энзимы, которые способствуют перевариванию, когда его поглощает хищник. А человек, он как поступает? Он берет мясо и начинает его варить. Тем самым убивая эти энзимы. Карачес Кликосовский. Потом кусок мяса, попадая в человеческий организм, никак не переваривается. Он переваривается в минимальной степени. В минимальной степени. И потом пропихивается по кишечнику, где продолжает гниение около 24 часов. И в процессе гниения воспринимается как токсины организмом. И очень трудно это выводить. Соответственно, это нагрузка. И на печень, и вообще на организм в целом. Стоит оно того? Я думаю, вряд ли. Когда-то, когда нужно будет выживать, вполне возможно поймать какую-нибудь ящерицу и съесть. Но если нужно выживать, сейчас же не стоит такая задача. Поэтому вполне можно питаться растительным миром, который вкусный и полезный. Ребята, делайте выбор за вами. Мы свой выбор уже сделали. Поэтому просто делимся с вами, как оно есть. Если будет интересно, мы вам расскажем об этом более подробно. Ку-ку, мой мальчик. Э, как хорошо. И я сошла со мной. Какая досада. Привет, друзья. С вами снова Говорящая Голова. Я рад вас видеть. Марафон блогера за 21 день подошел к концу. Я предлагаю посмотреть, как это все начиналось Приятного просмотра, друзья мои Слушай, ну это просто ужас У вас в доме завелась говорящая голова Вон, вон он, на наш кредит Этот канал я создал для себя, как свой видеодневник Здесь я буду рассказывать о себе, о своей жизни Это снова я Второе видео из цикла 21 день 9 октября 2018 года Привет всем 11 октября 2018 года Город Пушкин, Александровский парк Я дико извиняюсь, но у меня сегодня выходной, ребята Идейка у меня созрела Разнял и погромче, есть идея Хорошо, не наступайте? Нет, не надо наступать А, я ж не знал Записываю свой влог Сегодня пробую записывать на другую камеру И как всегда На улице есть люди, которые начинают на тебя пялиться И смотреть 18 октября И мир добров Должен путь Кстати, вы не ослышались У меня теперь действительно есть подписчики Один реальный подписчик уже точно есть Мы должны вернуться Ну что ж, поехали И только от наших усилий зависит Каково будет состояние этого космического аппарата Когда-нибудь я расскажу об этом Потому что на прямом турнике у меня пока не получается Буду тренироваться наизогнуто Три раза подряд сделал И это для того, чтобы тренировать именно последнюю фазу, которой мне не дается Вывод локтей Я хочу с вами поделиться одной новостью Я решил стать видеоблогером Вот это поворот И записываю сейчас челлендж Блогер за 21 день Кстати, сегодня записываю уже 11-е видео И как ожидается, будет как минимум 21 В дальнейшем тематике немножко поменяется Я, скорее всего, буду больше делать упор на качество контента Чем на именно такой атмосфер Вообще молодец Да и вообще вы все молодцы Если хотите следить за моим развитием о блогерстве Подписывайтесь на мой канал Так что, ребят Ну, пожелайте мне удачи И будьте добры Подпишитесь хотя бы временно Поставьте лайки, как комментируйте Я буду вам всем признателен Люблю вас Нужна ваша энергия Больше лайков Больше лайков